Добрый день, друзья! Это снова программа Bittrex 24 спрашивает, и я ее ведущий Юрий Николаев, директор по продажам компании 1S Bittrex. В эту передачу мы приглашаем наших гостей, предпринимателей и бизнесменов из разных российских городов и даем возможность побеседовать с экспертом, человеком, который возглавляет исследовательский проект в области лидерства и изучает, какие факторы помогают компаниям добиваться успеха. Конечно же, вы уже догадались, что это снова Филипп Гузенюк. Филипп, я рад приветствовать в студии снова. Друзья, здравствуйте! Перед началом дискуссии, пожалуйста, подпишитесь на канал 1S Bittrex для бизнеса и поставьте лайк этому видео, посмотрите в описании, есть методичка по перевозу бизнеса онлайн. Мы начинаем, поехали! Сегодня к нам приехал Ярослав Егоров из компании ASPRO. Ярослав, добро пожаловать в Bittrex24 спрашивает. Всем привет! Меня зовут Ярослав Егоров. Я представляю компанию ASPRO. Мы разработчик готовых решений и инструментов для онлайн-торговли. Уже более 7 лет мы разрабатываем крутые и качественные, готовые интернет-магазины и корпоративные сайты. Наши клиенты – малый бизнес и микробизнес. Можно сказать, что к нам обращаются в первую очередь, когда необходим быстрый запуск онлайн-торговли с минимальными вложениями, с высоким уровнем качества и грамотной и компетентной технической поддержкой. Мы планируем и дальше развиваться, создавать новые крутые и полезные инструменты и помогать нашим клиентам развиваться. У нас есть четкий план и мы ему следуем. Расскажите, пожалуйста, с какими вопросами вы приехали к Филиппу? Ну, в первую очередь, вопросы будут касаться, наверное, мотивации и климата коллектива в целом. Супер! Можешь чуть подробнее, какой сейчас климат и что интересно в этой теме? Ну, в первую очередь, хотелось бы поговорить о мотивации. Филипп, как зажечь огонь в глазах коллег после длительного анабиоза? Да, ну вот бывают разные здесь кейсы. У кого-то действительно такой анабиоз и работы нет, и люди такие грустные и печальные сидят. Бывает такая ситуация. Бывает, я понимаю, у вас бизнес такой, ну, горячий, активный, у вас много запросов. Бывает, что люди просто 24 на 7 фигачат еще больше, чем в оффлайне, они теперь тут дома, а еще на голове там дети, ну, вот неустроенное место, и скорее есть такое выгорание. Да, действительно, вопрос выгорания очень актуален. Не буду лукавить, в нашей компании непросто работать. То есть это огромное количество параллельных проектов, задач, коммуникаций. Вполне возможно, после одного или двух лет работы сотрудник может попасть, наверное, под профессиональное выгорание. Ну, вы знаете, как это происходит. Тускнеет взгляд, появляется некая отрешенность, теряется энтузиазм при выполнении задач. Ну, это неизменно может привести к либо урону компании, то есть сотрудник делает работу свою некачественно, либо коллега просто не выдержит и уйдет. В этом случае компания потеряет ценного сотрудника. Как увидеть первичные признаки профессионального выгорания? Я могу рассказать, что я чувствую, вижу сейчас во многих компаниях, что происходит. Есть такой баланс М и Ж в управлении. М и Ж – это мягкое и жесткое. Сейчас вообще традиционно у компаний, у которых вот такой вал задач, очень много жесткого. Ну, типа там, да, разбираться будем потом, сейчас просто фигачим. Куча-куча работы, задачи, планы, и люди давление испытывают серьезное, да, такой перегруз идет. И совсем не предлагается ничего мягкого, ничего для человеческого контакта, вот ничего про пообщаться, просто поговорить, а как дела, как бы, да, вот, ну, как-то еще. Ничего про отдых, ничего про то, что, ребята, самые высокоэффективные инвестиции, там, современного программиста – это инвестиции в сон. Да, вот, когда в компании культ задачи, планы, проекты тягачим, люди на, как бы, настегиваются на это и живут в этом режиме нон-стоп. Вот компании, которые более дальновидные, которые понимают, что это не спринт, а это марафон, это игра в долгую, что самые ценные люди, которых не нужно снова обучать, не нужно, как бы, их там откуда-то там переманивать, хайрить, да, это вот твой самый ценный фонд. Они вкладывают очень много заботы, тепла, поддержки вот в тех ключевых людей. А творчество где происходит? Творчество происходит в кулуарах, когда человек выдыхает, когда он общается вот с коллегами, то есть фишка в том, что такое социальное процент создать компании. Вот я бы внимание давал туда. Плюс к этому, вот, интересно, есть кейс компании Net, я на него уже ссылался в прошлых выпусках, когда компания распределенная, удаленная, и там хроническое состояние в том, что компанию с человеком очень мало чего связывает, да, то есть он должен работать много, но плотной такой связи, мы остальные, нет с компанией. Они ввели карри-менов, кейр-мен, чек-забота, то есть руководитель, он про жесткое, про же. Он как бы ставит цель и задачу спрашивает. Но есть другой человек, это волонтер, сотрудник, который просто звонит и спрашивает, как дела, как ты себя чувствуешь, да, вот, все ли в порядке, все ли комфортно, и начинают такие вот куларные беседы. И вот эти карри-мены, они вытаскивают у людей первые признаки выгорания, первые признаки, что что-то не так, и на ранних этапах могут через руководителя какие-то отруливать там, да, другие условия, вот, ну, другие графики работы, что-то еще. Вот у них это так сделано. Еще один кейс, он про такую внутреннюю валюту, есть внутренние деньги, такие спасибо, история, когда в живой ленте бизнес это можно сделать, есть формат, когда кто-то кому-то чем-то помог, и компания Neti начисляет бонусные 100 рублей сотруднику за каждое сказанное ему спасибо. Они посчитали, что в зарплате программиста это не очень большой бонус, как будто ты не можешь на этом заработать. Но есть определенное правило, что ты на эти накопленные спасибо покупаешь себе чего-то такое, что делает твою жизнь приятнее, легче, и это постишь обратно в ленту. И у них вот эти вот люди там на удаленке 100 человек примерно работает, да, в компании, они начинают, я там себе купил удобное кресло, а я сходил там вот на такой-то мастер-класс. И у них завязываются между людьми не просто рабочие отношения, там, то есть, глупая компания для меня это окно в компьютере, ну, то есть, вот и какой-то голос по телефону, или там картинка там в скайпе или где-то еще, вот. А компании — это люди. И вот интересно, что если у тебя на работе есть хотя бы один друг, то есть тот, с кем какая-то вот есть связь эмоциональная, то твой шанс остаться в компании в два раза выше, вот чем есть друга нет. Поэтому компания равно система, и при этом есть то вот мягкое измерение, где важно, чтобы вот люди как бы пропитались друг другом, чтобы они были в контакте. Вот отзывается то, что я говорю, это имеет ли для вас смысл? Безусловно, то есть это забота и внутренние связи между сотрудниками, насколько я понимаю. Кстати, вот о внутренних связях с сотрудниками. Интересный вопрос. Наверное, это будет следующий вопрос. Это напрямую связано с руководством, коллективом. В этом случае в коммуникациях с коллегами есть очень тонкий баланс. То есть либо мы общаемся с ними исключительно с позиции руководителя, то есть жестко, четко, и в этом случае требовать от сотрудников чего-то сверх их должностных полномочий нельзя. Либо мы такой свой в доску человек, но в этом случае появляется обязательный управленческий люфт. Ну, приказывать друзьям как-то не принято. Как сохранить этот тонкий баланс между хорошим человеком и профессиональным руководителем? Есть такое слово. Демократура. Его ввел Исаак Адизас в обиход. Это про то, что ты должен управлять этим балансом. С одной стороны, такая демократия при обсуждении, при генерации идей, при поиске решений. С другой стороны, диктатура в исполнении. Если мы решили, договорились, мы дальше как бы идем по рельсам и исполняем обязательства. Вот когда я смотрю на зрелых управленцев, они постоянно работают с этим балансом. Вот берем там компанию Вкусвилл. Наверное, знаете, там, да, вот очень продвинутые такие управляющие технологии они используют. Там тоже все на этом. С одной стороны, доверие и тепло, и контакт, и неформальное общение на «ты». Вот да, это история. С другой стороны, ответственность через прозрачность. В этом смысле для очень многих управленцев ступенькой в развитии становится тот момент, когда человек перестает эти вещи противоставлять. Когда вы говорите, что как же быть, да, вот либо там друзья свои в доску, ну как с него спросишь, да, либо как бы официозно, тогда не будет делать, как для себя, не будет делать больше. Вот пока это как бы противоположные вещи в сознании, ты будешь постоянно думать, ну как же мне с ним, какая правильная дистанция. Когда для тебя совершенно понятно становится, что ты, конечно, мы с тобой прямо глубоко общаемся, я, конечно, знаю, как у тебя дети, что у тебя происходит. И при этом, ну конечно, мы олимпийская сборная. Конечно, у нас в эту метровку нужно из 10 секунд выбегать. И это, ну как бы, это совершенно два факта жизни, которые спокойно сосуществуют. Это нормально, и более того, эти вещи друг друга поддерживают. Потому что когда мы вместе идем к большим мощным целям, у нас возникает такое партнерство и чувство локтя, что мы вместе делаем большое дело. Это способствует нашему сближению, да, друзья проверяются в бою. И наоборот, как бы, да, то, что у нас есть теплые отношения, позволяет нам, как команде спецназа, да, быть в точной настройке и там эти цели уничтожать. Поэтому вот как только внутри у человека появляется, что одно поддерживает другое, он начинает по-другому себя ощущать, не поджимается ситуация, как мне вот подружить или мне там, или мне как бы официально жестко. Он как бы дружит и через это создает возможность работать с людьми довольно там четко в рамках и понятно. Вот не знаю, имеет смысл, что я говорю? Безусловно. Безусловно, это... Я прекрасно вас понимаю. Очень интересный подход, кстати, действительно, вот насчет отсутствия, скажем так, полярности. То есть действительно, когда долго работаешь с сотрудником, долго работаешь, ну, как сотрудник, с коллегой, долго с ним работаешь, действительно происходит вот эта синергия, когда и личностные взаимоотношения, и рабочие, они как бы объединяются, и в этом случае получается магия. Давай к следующему вопросу. Следующий вопрос. Мы поговорили о бирюзовом управлении, о том, как все может быть хорошо, как может быть все комфортно в команде, но в команде, безусловно, возникают конфликты. Например, ну, самый простой пример. Два менеджера не могут поделить клиента. Проблема в том, что вот эти конфликты, они могут из рабочей плоскости переходить в личную. Соответственно, в этом случае портится вообще климат во всем коллективе, начинается вот это, ну, лагерь А, лагерь Б, и вот они друг с другом конфликтуют. Мы, чтобы уйти от такой проблемы, мы постарались исключить любые неопределенности в случае, ну, допустим, разделения клиентов. То есть мы написали так называемый кодекс части менеджера, в котором прописаны все любые ситуации при дележке клиента. Супер. Вот. В итоге получается, что коллеги, они, ну, им не из чего спорить, потому что закон есть закон, никто не в обиде. Может быть, у вас есть какие-нибудь интересные рецепты, как разрешать конфликты на рабочем месте? Я скорее аплодирую стоя, потому что, ну, крутое решение. Есть техника работы с конфликтами, которая называется «ух ты». Ух ты? Ух ты. Да, в чем техника? Чаще всего не получается сделать то, что вы сделали у себя, у тех, для кого конфликты – это что-то не то. То есть конфликт – это не «ух ты, как интересно», да, а это что-то такое, вот как его там разгребать, да. В итоге они постоянно их разгребают, но вот с таким вот лицом. Сколько я еще буду мирить этих менеджеров? То, что вы сделали – это прямо в этом есть алгоритм. Ты видишь конфликт, ты говоришь «ух ты, как интересно», потому что для тебя конфликт – это не просто межличностная ситуация, а это признак точки роста на системном уровне. И у вас, ну, вот конкретный пример по поводу разделения клиентов и менеджеров, но сейчас ситуация быстро меняется, генерятся сотни разных ситуаций, мы не можем все предусмотреть. Поэтому есть такие техники, когда ты в динамике понимаешь, поэтому крайне важно помимо системного слоя смотреть в слой эмоциональный и обучать людей технологиям работы с эмоциями. Вот самые крутые программисты, продавцы, инженеры, у которых есть технические скиллы, они сегодня должны осваивать скиллы вот эти вот софтовые. И технологии снятия напряжения в условиях, когда почему-то ты мне не нравишься, да, вот эта история – это одна из базовых вещей. Если интересно, можем про это поговорить, если это будет важным, как называется. Ну, я думаю, было бы очень интересно. Мы в прошлых выпусках программы про это говорили, я поэтому дам такую хулиганскую методику, расскажу хулиганский кейс. Мужик из Латвии едет в Казахстан, едет на разборку, его компания серьезно накосячила, и он должен там извиняться и существенно там много вернуть денег. Причем размер возврата обсуждается. Он приезжает, вот, у него садятся там трое казахов напротив него, и начинают просто его вот, ну, как бы реально плющить, ему компостировать мозг. Он говорит, я сижу, и они час просто орут. Ну, а как вообще, да, что мы, о чем, да, вот вся эта история, там, сейчас мы там тебя, вот эта история. Он говорит, я сижу, и все, что я делаю, это час. Я в туфлях пальцы ног вот так вот собираю, разбираю, собираю, разбираю. Ну, такой литовский парень, да? Он их слушает, час. У них постепенно запал спадает. Он говорит, коллеги, я вас услышал, вы хотите этого, этого, этого. Я предлагаю сделать вот так. Они говорят, ну, давайте. И договариваются на условиях, ну, совершенно других, вот не таких радикальных. Почему так? Потому что одно из измерений конфликта — это способность быть в спокойном состоянии. Вот если я спокойное, низколежащее море, как из Дао-де-Дзин, я бурную горную реку в себя вбираю, поглощаю, растворяю в себя. Поэтому любые техники работы с тем, чтобы просто быть вот в спокойном состоянии, они очень здорово помогают. Такая история. Очень интересно, действительно. На самом деле, отмечу, что мы во многом используем эту практику, потому что в мою деятельность входит непосредственно разрешение конфликтов с клиентами. То есть я тот человек, который в случае поступления какой-то претензии берет трубку, звонит клиенту. Да, ну, практически, практически. Действительно, сидишь первые полчаса, слушаешь, слушаешь, а потом говоришь, а что вам в итоге надо-то? Вы деньги хотите вернуть или вам результат нужен? И в этом случае 99% людям просто нужен результат. Вводятся какие-то корректировки, мы делаем работу, клиент счастлив и готов заказывать у нас дальше. Ну что ж, самое время перейти к острым вопросам, которые мы обычно задаем нашим гостям. Давай рассмотрим вот прям практическую ситуацию. Представь, что ты, как руководитель, узнал, что в компании зреет заговор. Нет, не заговор с целью тебя свергнуть, а просто сотрудники собрались и сказали, мы хотим больше денег. Мы хотим, чтобы нам платили, например, на 20-30% больше или вот прям мы все встанем и уйдем. При этом сотрудники ценные, а платите вы примерно столько, сколько сейчас они реально стоят на рынке. Что ты будешь делать в этой ситуации? Интересная ситуация. На самом деле нужно понять, действительно ли люди хотят больше денег. Может быть, таким образом проявляется их внутреннее желание получить внимание, допустим, или какую-то заботу. Что-то, может быть, ими движет просто желание. То есть может быть фактор не материальный, а психологический. Более того, когда мы говорим, допустим, о технических каких-то специальностях, если мы говорим о менеджерах, там все просто. Чем больше, тем лучше. Вопрос, в принципе, обычно этим решается. Если мы говорим о IT-специалистах, разработчиках, например, их деньги волнуют поскольку, скажем так, им важны интересные задачи. В первую очередь, им нужны интересные задачи и саморазвитие. И вполне возможно, что проблема далеко не в деньгах, проблема действительно вот в каких-то иных факторах. Естественно, нужно каким-то образом выяснить, в чем именно реальная причина. Ну, есть, естественно, два пути решения. Первый, так сказать, в лоб решить, но в этом случае мы вряд ли выясним их истинную причину. Второй, это скорее, ну, наверное, всегда есть в компании какие-то люди, с которыми более доверительные отношения. Лидеры мнений. Скажем так, да, инфлюенсеры. Вот, соответственно, мы можем... Как поступить? Мы можем просто попросить... Слушай, ну, реально бывают такие ситуации. Вы же сегодня пиво пьете в баре. Может быть, ты спросишь, в чем там реально проблема? Что? Просто мы готовы идти навстречу, мы готовы менять, улучшать что-то. Просто скажите, в чем проблема? Если проблема исключительно в деньгах, ну, вы скажите, допустим, ну, это стандартная методология. Если хочешь больше денег, скажи, что ты можешь больше сделать для компании. Или объясни, почему ты должен зарабатывать больше, чем, допустим, средний специалист на рынке. У нас в компании, в принципе, этот вопрос, ну, стоит очень относительно, потому что у нас всегда есть возможность для развития. Соответственно, если ты хочешь поднять свой финансовый потолок, просто перейди на следующий грейд, и все будет замечательно. Услышал тебя. А я правильно понимаю, что вот этот жест в отношении менеджеров, он означал, что в их руках и так есть возможность больше зарабатывать? Безусловно. Сколько продадут, столько и принесут домой. Безусловно, да. Потому что, ну, и в принципе, вот нацеленность, нацеленность людей на абсолютно разные направления. Например, у нас сейчас ситуация, да, у нас есть разделение на сейлс-менеджеров и разделение на проект-менеджеров. Вот. И у этих структур абсолютно разные цели. То есть сейлс-менеджеры – это про деньги, проект-менеджеры – это про качество, это про искусство, это про результат итоговый. И, соответственно, разговаривать о мотивации с ними нужно абсолютно по-разному. Замечательно, спасибо. Мы всегда просим эксперта прокомментировать ответ гостя и, возможно, дать какие-то рекомендации, если такая ситуация действительно случится. Мне очень нравится. Мне кажется, что ответ блестящий. Действительно поговорить, послушать, объяснить, что на самом деле нужно. Если, ну, правда, хочется больше, там, денег, то, как бы, дать возможность заработать больше, сделать больше для компании. Я бы сказал, что интересно, почему она возникает, эта ситуация изначально. То есть когда у тебя уже заговор, это значит, что ты какое-то время игнорировал сигналы, которые приходили. Поэтому я бы сказал, что в этом случае важно не просто вот решить ситуацию конкретную, а в целом стратегически пойти в более близкий контакт с людьми. Потому что если уже вот это управляется так, то значит, что ты чего-то выпускаешь. Отлично. Спасибо, Филипп. Ярослав, у нас, на самом деле, нетривиальная ситуация, потому что ваша компания, ну, в принципе, уже является известным лидером рынка. Есть кодекс чести, и вроде бы все достаточно неплохо. А цель нашей передачи – это дать какую-то практическую пользу всем нашим гостям. Скажи, пожалуйста, вот что реально из того, о чем мы обсудили, ты можешь применить для того, чтобы улучшить бизнес компании Аспро? Скажу абсолютно честно, прежде чем что-то применить, я подожду, пока программа выйдет, я послушаю детально каждый из советов и попробую применить. Ну, наверное, в первую очередь я был бы очень заинтересован внедрением технологий бирюзового управления для того, чтобы комбинировать и жесткие методики, и, скажем так, мягкие. Это очень интересно, и я думаю, это крайне перспективно. Отлично. Ну что ж, друзья, заканчивается очередная передача из серии «Битрикс24 спрашивает». Большое спасибо Ярославу, большое спасибо Филиппу. Мы ждем вас в следующий вторник. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok